Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы поговорим, что же на самом деле делает Android разработчик, то есть какие задачи он решает. Устраивайтесь поудобнее, вопрос в принципе не длинный, но тем не менее важный. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать Android разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать Android приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии Android разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе Android разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас Android разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему Android, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под Android и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию Android разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс Android разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным Android разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Главными задачами Android разработчика является сделать удобно, красиво, приятно и быстро. Собственно, это самое главное. Да, если вы возьмете Android разработку и посмотрите на продукт, то продукт должен быть еще востребованным, быть популярным. Но тут нужно разделять функционал маркетологов и разработчиков. Еще есть дизайнеры, а еще есть различные моушн, другие моушн дизайнеры, есть 3D аниматоры и кого только нет. Но тут же нужно подходить из разряда, как вы хотите зарабатывать. Если вы хотите работать на компанию или вы хотите просто работать на заказах, то вам в принципе по большому счету, ну не по большому счету, но в принципе не совсем все равно. Вам главное сделать качественно. То есть вы должны сделать свою работу качественно. А уже востребованное будет предложение или не будет востребовано, это уже задача маркетологов. Но если вы делаете свой продукт, свой стартап, то тогда вам нужно позаботиться о маркетинге. И тогда сделать востребованный продукт уже входит в вашу компетенцию. Но основными задачами Android разработчика является сделать удобно, красиво, приятно и быстро. Давайте разбирать эти все 4 пункта. Итак, первый пункт сделать удобно. То есть вы должны проработать UI мобильного приложения. Вы должны разместить все элементы так, чтобы это было удобно вашему потенциальному пользователю. То есть кнопки при нажатии лучше всего размещать, допустим, в нижней части. Почему? Потому что человек держит смартфон в одной руке и может не прибегая ко второй руке, большим пальцем нажать на кнопку. Ну, либо второй рукой может куда угодно дотянуться. Но если посмотрите сейчас на современный интерфейс мобильных приложений, тот же ВКонтакте, Инстаграм, возможно Ютуб, то вы увидите внизу навигационную панель. Раньше эта навигационная панель была наверху, но спустя многолетний опыт тестирования стало понятно, что все эти кнопки, все это панель управления, удобство пользования мобильным приложением повышается, если вы размещаете такие виджеты, такие элементы внизу экрана. Итак, что же значит сделать удобно? Сделать удобно означает то, что вы должны сделать ваше мобильное приложение, которое вы разрабатываете, максимально удобным для пользователя. То есть вы должны разместить UI элементы так, чтобы ваше мобильное приложение было удобно пользоваться. И все, здесь поудобность заканчивается. Сделать красиво. То есть вы должны выбрать приятные цвета, которые будут не резать глаз вашему потенциальному пользователю. И они будут сочетаться, например, белый с красным, белый с темно-синим, черный с желтым, черный с оранжевым, черный с белым, возможно, черный с красным, белый с зеленым. Ну, то есть сочетание цветов должно быть приятным. И дизайн был красивый, должен быть красивым. Возможно, с анимацией, чтобы было это все плавно, чтобы пользователю было приятно работать с мобильным приложением. И даже, возможно, такая ситуация, что пользователь просто заходил в мобильное приложение, просто пощелкая посмотреть на анимацию. Да, возможно, что-то ему уже не нужно будет на сегодня сделать в ваше мобильное приложение. Но все равно это его анимация, она его затрагивает. И он будет все время заходить в ваше мобильное приложение. То есть нужно сделать красиво. Это тоже по части UI. Нужно сделать быстро. Что значит быстро? Это я и не имею ввиду, что нужно быстро разработать мобильное приложение. Нет, нужно сделать так, чтобы ваше мобильное приложение не тормозило и оперативно и быстро работало. Здесь уже мы работаем не с UI, здесь уже мы работаем с многоточностью, с базой данных. Убираем избыточность кода, пишем только чистый красивый код, который будет работать молниеносно. Тут собственно уже нужно прокачивать именно свои скиллы программистов. И четвертый пункт нужно сделать приятно. По факту этот пункт собирает себе три предыдущих пункта. Что значит приятно? Нужно сделать так, чтобы ваше мобильное приложение было приятно пользоваться. Чтобы оно было удобным, чтобы удобно было нажимать на различные элементы ваше мобильное приложение. Чтобы дизайн был красивый, то есть было приятно работать с мобильным приложением. Чтобы и без отупления все работало, чтобы пользователь не стоял, не вертел смартфон, ожидая когда ваше мобильное приложение отвиснет. И все это совмещает в четвертом качестве, чтобы с вашим мобильным приложением было приятно работать. По факту, вот если вы посмотрите на все эти пункты, то больше половины это работа с UI. И действительно, задачами андроид-разработчика очень часто бывает перемещение кнопки, размещение элементов таким образом, чтобы они были все удобно расположены на абсолютно всех экранах. На каком бы смартфоне не открыли ваше мобильное приложение, оно должно правильно, корректно отображаться и должно корректно работать. То есть задачами андроид-разработчика по части, в большинстве своей является такая именно повседневная работа по перемещению кнопок, по настройке эффективности работы, по повышению уровня молниеносности работы приложения. То есть это именно работа под конкретные задачи, это не какая-то вымышленная работа, это работа по закрытию задач определенного бизнеса. То есть то, что нужно бизнесу, то и мы разрабатываем, ничего лишнего мы не придумываем. То есть главными задачами андроид-разработчика сделать мобильное приложение, с которым будет приятно работать. Собственно, это вроде все варианты лежат на поверхности, но иногда возникают вопросы. В принципе, это все, что я хотел вам на сегодня рассказать. С вами был проект Мабу, до встречи на следующих эфирах, всем пока.